Зелёная пушистая ёлка – главный атрибут новогодних праздников. В этом году предприниматели, пытаясь обеспечить каждую зареченскую семью такой лесной красавицы, заготовили их, видимо, слишком много. Однако нераспроданным ёлкам быстро нашли место. Их просто выбросили в ближайший гаражный кооператив. Такую картину увидели зареченцы из гаражного кооператива «Планета». Гора никому не нужных ёлок. За грудой лесных красавиц уже не видно контейнерной площадки. Подъехать к ней мусорная машина тоже теперь не может. Да и сами горожане уже с трудом пробираются. Поэтому рядом с ёлками уже растёт гора бытовых отходов. К сожалению, ситуация для кооператива «Планета» вполне привычная. С завидным постоянством сюда сгружают пустые ящики, коробки из-под рыбы, мяса и прочих продуктов питания. Но вот новогодние атрибуты в таком количестве здесь впервые. Люди заготовили столько ёлок, не продали их. И не могли вывезти на свалку, который стоит, вывоз мусора, 150-200 рублей. Они привезли нам, просто русским языком сказать, можно как бы и нагадили. Делаем деньги, а вывоз мусора не можем оплатить, пускай люди другие платят. За обслуживание контейнерной площадки гаражный кооператив уже платит. В среднем по 3000 рублей каждый месяц. Однако, как объясняют в комбинате благоустройства, смета составлена только на вывоз бытового, мелкого мусора. Ёлки – это уже другой разговор. Чтобы убрать их с территории гаражей, нужно составлять отдельный договор. Удовольствие это, конечно же, не бесплатное. Нужно обратиться в комбинат благоустройства, вывезти на наличные расчёты автомашины, вывезти их на снежную свалку. Если они выпишут на 2 часа, ну, я думаю, за 2 часа, если они справятся, то где-то в отделах 1000 рублей придётся заплатить. Это в зависимости от количества ёлок. На один самосон можно погрузить порядка 50 штук можно погрузить. Гаражному кооперативу придётся заплатить из собственной казны. Точнее, из карманов владельцев гаражей. Деваться просто некуда. Остаётся только продолжать взывать к совести нерадивых предпринимателей. Обидно, признаются горожане, даже не то, что ёлки незаконно выбросили у гаражей, а что такая красота пропала зря. Ведь непроданные ёлки можно было раздать бесплатно. Через месяц небольшим, 8 марта будет праздник. Большая просьба предпринимателя. Привезите сюда машину цветов и разгрузите. 7 марта. 7 марта, да. Мы их просто женщинам раздарим по всему городу бесплатно. Это хоть на пользу пойдёт. Светлана Дёмина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».